Добрый день, дорогие коллеги! Рада приветствовать вас в рамках нашего обучающего проекта по Европе, Италия, Франция. Прежде всего представлюсь. Меня зовут Евгения Сергеева. Я менеджер по продажам Нижегородского офиса ПАК-Групп. С удовольствием поделюсь с вами сегодня информацией. Рада познакомиться. Здравствуйте! Вчера вы уже начали свое увлекательное путешествие по Франции. Познакомились с Парижем, Диснейлендом, Лазорным берегом, Монако. Сегодня я вам расскажу немножко про экскурсионные туры в мини-группах. И в час дня мы будем вас ждать для продолжения своего путешествия по Франции, знакомства с знаменитым Провансом, Корсикой и Биорицей. Итак, как же мы с вами летим во Францию? К сожалению, пока прямого авиасообщения нет, но мы не унываем. У нас достаточно много способов добраться до Франции, до нашей любимой, с небольшими и комфортными пересадками. Наверное, самый комфортный, самый популярный способ добраться до Франции – это пересадка в Стамбуле. Turkish Airlines – достаточно комфортная авиакомпания. Всегда можно подобрать комфортную пересадку, как короткую, так и длительную, для того, чтобы посетить Стамбул. Он, слава богу, у нас безвизовый, и можно выйти совершенно смело. Также есть удобные пересадки через Сербию, соответственно, недлительный перелет получается в общей сложности. Персидские авиакомпании нам предоставляют очень комфортные перелеты через Духу, Qatar Airlines, через Манаму, Галфейр. Самое честно, летала на этой авиакомпании, очень комфортная, очень удобная. Естественно, через Дубай, через Будаби, наши известные компании Этихат, Emirates, также можно добраться через Каир, Эджиптеир, через Марокко, через Баку и Ереван. То есть, в принципе, вариантов достаточно много. У нас на сайте вы всегда в поисковике авиабилетов можете подобрать удобный перелет для ваших туристов. Очень важный момент – это оформление визы. На данный момент документы на визу можно подать аж за 6 месяцев. То есть, можно не переживать, собрать документы для ваших туристов и без нервотрепки, без стресса лишнего подать документы, спокойно ждать выхода визы. Так как все-таки политическая ситуация говорит о том, что могут быть какие-то задержки, не только политическая ситуация, но и, возможно, какие-то затруднения в консульстве, нехватка рук, такое бывало в прошлом году с другими странами. Поэтому лучше подавать все-таки заранее и спокойно ждать выхода визы. За доплату мы можем оказать услугу пакет документов для самостоятельной подачи с записью на подачу визовой центра в Москве и Санкт-Петербурге. Территориальной привязки по месту регистрации туриста нет, поэтому любые регионы Российской Федерации могут подаваться в Москве и Санкт-Петербурге. Это очень удобно. Также, не так давно, у нас открылась отличная возможность подавать за туристов документы при условии, что у туристов уже сдана была биометрия. Например, в прошлом году многие открывали визы под круизы, просто ездили в Европу, да, такое, возможно, было уже. Поэтому у многих туристов биометрия уже сдана. Ну, как, не вот прям у многих, но есть туристы, у которых биометрия сдана. Поэтому данные туристы могут сдать вам полный пакет документов, вы его отправляете нам, и мы без присутствия туристов, без необходимости приезжать в Москву или в Санкт-Петербург, мы можем занести ваши документы, забрать паспорта с готовыми визами и прислать, вернее, отдать вам эти паспорта. Но, еще раз повторяю, эта возможность у нас есть только при условии, что у туристов сдана биометрия. Если туристам биометрию сдавать нужно, то мы предлагаем оформление пакета документов для самоподачи. Запись визовой центра Франции можем сделать в Москве и Санкт-Петербурге. Но сдача документов туристами самостоятельно в день записи. То есть возможность, в принципе, есть достаточно хорошая. И уже достаточно многому, большому количеству туристов она доступна. Все подробности касательно оформления визы, каких-то нюансов по документам, стоимости, вы можете посмотреть у нас на сайте. Очень легко вы находите во вкладке «Страны Францию», находите с левой стороны в меню кнопочку «Оформление визы», и там всю исчерпывающую информацию вы всегда найдете. Она актуальна, она всегда оперативно обновляется нашими сотрудниками, поэтому можете смело опираться на эту информацию. Итак, что же такое туры в мини-группах? Это фиксированные, гарантированные даты заезда. То есть пока на данный момент у нас анонсирован один заезд подобных мини-групп в месяц. Здесь, на этом слайде, вы можете посмотреть, какие даты. Это 27 апреля, 4 мая, наверное, самые комфортные даты. 8 июня, 13 июля, 17 августа. И опять мой любимый сезон, это осень, 14 сентября и 12 октября. Прекрасные даты для посещения Парижа и Франции. В случае повышенного спроса, возможно, могут быть дополнительные даты, но пока их нет. Пока мы посмотрим на объем, на поток туристов, на данный вид отдыха. Авиаперелеты, соответственно, по данной мини-группы, возможны любые регулярные рейсы из России, стран СНГ. Но важный нюанс. Под программой прилет и вылет должен быть из аэропорта Парижа Шарль-де-Голь. Есть еще один аэропорт в пригороде Парижа, он не подходит по данным маршрута по той простой причине, что групповые трансферы у нас предоставляются только в день заезда и выезда, и только в черте Парижа. Если туристы планируют размещаться где-то не в Париже, то трансфер даже по прилету и вылету будет за дополнительную плату. До определенных точек, которые указаны в программах, тоже также осуществляются трансферы. Также групповым экскурсиям в рамках этих мини-групп можно присоединиться в ходе программы. То есть если ваши туристы окажутся в эти даты в Париже, то они могут присоединиться к определенным экскурсиям в даты проведения туров. В остальных случаях данные экскурсии возможны только в индивидуальном порядке. Итак, первое, скажем так, мы с вами начнем с наименее насыщенных программ. Я расскажу, для кого они больше подходят. И закончим с самыми насыщенными, самыми богатыми программами, которые мы можем предоставить. Итак, начнем с Парижа-променада. Опять же, даты заезда мы будем на каждом слайде размещать, но они одни и те же, поэтому я думаю, что я не буду их озвучивать. Все уже запомнили, что раз в месяц у нас будут эти заезды, пока на данный момент именно эти даты гарантированы, именно эти даты есть на сайте. Париж-променад. Для кого же он отлично подходит? Ну, во-первых, для первого знакомства. Если никогда во Франции не были туристы, если в Париже никогда не были, очень хотят, то достаточно хороший вариант предложить им программу «Париж-променад». Сюда входит автобусная обзорная экскурсия по Парижу, то есть на автобусе ваших туристов провезут по основным точкам Парижа, познакомят с данным замечательным городом, будут остановки, где туристы смогут сделать фотографии, и наши гиды расскажут немного ознакомительную информацию о данном городе. Также в данную программу у нас входит посещение музея парфюмерии «Фрагонар». Это крупнейший музей парфюмерии в Париже, очень красивый, можно будет познакомиться с историей парфюмерии Парижа, которая достаточно обширна. И также сюда входит пешеходная экскурсия по Монмартру, тоже очень интересная. На самом деле, чем хороша данная программа, тем, что она минимально пешеходная. Хотя в Париже очень много экскурсий именно пешеходного плана, то есть в данном случае можно эту программу предложить для пенсионеров, для туристов в возрасте, которые хотят посетить Париж. И это будет хорошая возможность познакомиться с Парижем без сильных физических нагрузок, скажем так. А еще данная программа хорошо подойдет для тех туристов, которые уже были в Париже. И все основные экскурсии они уже видели. Но хотят вспомнить, освежить в памяти всю какую-то информацию касательно Парижа. Соответственно, они просто познакомятся еще раз с этим городом и смогут в свободное время наполнить какими-то дополнительными нестандартными экскурсиями. Либо они могут самостоятельно гулять по Парижу в свободное время, которого здесь достаточно. Также данную программу можно наполнить дополнительными посещениями уже выездных экскурсий, таких как замок Амбуаз, замок Шамбор, замок Шинансо. Все это выездные экскурсии в замке на реке Луара, Фонтенбло, Давиль, Руан, Трувиль, Сюрмер, Версаль. Все это можно дополнительно добавить в эту программу и наполнить ее, насыдить ее интересными экскурсиями, но по желанию. То есть если туристы этого не хотят, они могут воспользоваться данной программой и самостоятельно путешествуют по данному городу и пригородам. Следующая программа, которую я хочу вам представить, это Париж-рандеву. Она уже чуть больше вам предлагает. Это уже помимо автобусной обзорной экскурсии, посещения Фрагонар, пешеходной экскурсии по Монмарту, мы также еще сюда добавляем пешеходную экскурсию по историческому центру Парижа. Действительно очень интересная экскурсия, на которую стоит съездить, сходить, вернее, как я уже на предыдущем слайде говорила, по Парижу придется много ходить. Поэтому эта экскурсия уже, конечно, потребует физической нагрузки, но она того стоит. Это действительно очень интересная экскурсия по основным историческим местам города Париж и не побывать там, ну, в общем, непростительно. Опять же, предлагаем дополнительное посещение и замков Луары, и прочих довольно интересных мест Парижа и пригородов. И по заездам, опять же, здесь информация есть. Данная программа у нас рассчитана на неделю. На самом деле, все программы у нас рассчитаны на неделю, поэтому тоже этот момент больше озвучивать не буду. Следующая программа у нас Париж-рандеву плюс Лувр. Ну, тут понятно, что помимо всех экскурсий, которые входили в предыдущую программу Париж-рандеву, сюда еще мы добавляем посещение Лувра. Это, ну, как вы знаете, один из известнейших в мире музеев изобразительного искусства, где у нас находится всемирно известная Джоконда. Можно с ней познакомиться, посмотреть на ее великолепную улыбку, познакомиться с другими произведениями искусства. Действительно интересное место для посещения. И, наверное, самая такая насыщенная программа – это Париж классический. Сюда у нас входит все, что было в предыдущих программах, кроме того, еще экскурсия в Версаль. Это первая программа из озвученных сегодня, в которую входит выездная экскурсия за пределы Парижа. Рекомендуется к посещению Версаль, потому что действительно очень интересное место к посещению. Поэтому это, на самом деле, наверное, самая классическая программа, как она, собственно, и называется, которую стоит посетить в Париже. Именно для ознакомления, для основного знакомства с данным городом и пригородом. Поэтому рекомендуется, наверное, предлагать вашим туристам, если туристы могут себе позволить и физически, и материально эту программу. И еще одна программа – Париж классический, Эйфелева башня. Как тут понятно, помимо всех остальных экскурсий, которые входят в Париж классически, сюда еще добавляется символ Парижа – посещение Эйфелевой башни, что тоже очень важно и интересно к посещению в Париже, как можно не посмотреть на это прекрасное строение и не забраться на второй уровень. Итак, организационные вопросы. Что очень важно понимать касательно наших экскурсионных программ, наших мини-групп с гарантированными заездами – это то, что, во-первых, конечно, мы предоставляем лицензированных гидов с историческим образованием. Уровень сервиса компаний по групп в Европе и вообще в любой точке мира все прекрасно знают и понимают, поэтому в данном случае мы не отступаем от своего правила. Гиды, все лицензированные, действительно очень интересно рассказывают, исчерпывающую информацию дают, отвечают на вопросы. С такими людьми одно удовольствие общаться. Все автобусные экскурсии у нас начинаются от ступенек оперы Горнье. Расположение у оперы очень удобное. Девятый округ. Территориально достаточно удобно добраться до любой точки экскурсии. Поэтому именно автобусным транспортом. Поэтому опера Горнье, конечно, это основной отправной пункт для автобусных экскурсий. Сама опера – очень красивое здание, очень интересное. То есть его, в принципе, тоже стоит посетить. И экскурсия туда у нас также есть. Пешеходные экскурсии у нас отправляются следующим образом. По Монмартру отправляются от площади... Так, по Лувру от пирамиды Лувра, по историческому центру от фонтана Сен-Мишель на Эйфелеву башню оговаривается с гидом непосредственно на месте. Поэтому все зависит от места расположения туристов, где они у нас проживают. С гидом это все можно обговорить. Групповым экскурсиям присоединение возможно в их даты при условии набора. Так вот, по поводу групповых экскурсий. Какие экскурсии мы предлагаем для того, чтобы туристы, которые уже находятся в Париже, либо приехали самостоятельно, без какой-либо программы, к каким экскурсиям можно присоединиться? Ну и в первую очередь, естественно, это обзорная экскурсия. Если она в этот день возможна, если она набирается, то, пожалуйста, присоединяйтесь, никто не против. Также у нас возможно съездить в Версаль, в Фонтенбло, в Лувр можно присоединиться к групповой экскурсии, можно присоединиться к экскурсии по историческому центру Парижа, по Манмартру, можно присоединиться к экскурсии на Эфелеву башню. Замки Луары – это отдельная история, это очень интересная экскурсия. На реке находятся несколько замечательных замков, резиденций королей французских, действительно очень интересно и безумно красиво. Нормандия – также выездная экскурсия. Диснейленд – это, конечно, сказка для взрослых и детей, и посетить ее тоже обязательно нужно. Это прекрасный Диснейленд в Париже, всемирно известный также парк развлечений. Вечерный Париж – хочется отдельно немножечко сказать про него. Это совсем другая экскурсия, нежели обзорная экскурсия по Парижу. Это очень романтичная экскурсия. Париж залитый иллюминацией, залитый светом, прекрасные прогулки по Елисейским полям. То есть действительно эта экскурсия стоит к посещению, это не то же самое. То есть в рамках обзорной экскурсии вы не посмотрели то, что вы можете увидеть на вечернем Париже. Кроме того, обращу ваше внимание, что Эйфелева башня подсвечивается в вечернее время, и в начале каждого часа она начинает мигать, как огромный бенгальский огонь. Действительно стоит посетить и посмотреть на эту красоту. Как я уже говорила, опера Горнье у нас возможных посещений. Мон Сен-Мишель – это прекрасный остров-замок, который периодически перекрывается доступ в этот замок водой, поэтому нужно подстраиваться под расписание определенное. Но посетить его стоит, посмотреть, как прекрасно это строение. В принципе, в Париже все достаточно красиво и роскошно. И эту точку тоже очень стоит посетить. В Олевиконт, Королевский Париж, прогуляция по кварталу Морея – все это очень рекомендуется к посещению. И можно посетить не в рамках групповой программы, а именно на экскурсии. То есть не целиком брать экскурсионную программу, а только в какой-то конкретный день присоединиться к групповой экскурсии, если она возможна, еще раз повторяю. Обращаю ваше внимание, что с 26 июля по 11 августа в этом году в Париже будут проходить Олимпийские игры. Билеты на данное мероприятие можно запросить индивидуально. Мы запрашиваем наличие и стоимость, и, соответственно, вам предоставляем. Многие любят спортивные события, и действительно это отличная возможность. В общем-то, территориально не очень далеко посетить Олимпийские игры, поболеть за спортсменов, насладиться вот этой атмосферой спортивных мероприятий. Естественно, мы не можем не предложить вам билеты в одно из самых известных кабаре мира – это Мулин Руш. Вариантов, на самом деле, несколько. Естественно, все, конечно, под запрос, но запросить всегда можно. Билеты на спектакль в 9 часов вечера. К данному спектаклю предоставляется полбутылки шампанского на человека. И спектакль в 11 часов вечера, 23.00. Точно так же с половинкой бутылки шампанского на человека, чтобы восприятие спектакля, восприятие кабаре было еще ярче и интереснее. Также можно приобрести билеты на шоу и ужин в 7 часов вечера, в 19.00, в это время мы предоставляем меню Телуз Латрек или вегетарианское меню. И также можно приобрести билеты на шоу и ужин также в 19.00, но с меню Белли Пок. На самом деле, чем отличается вегетарианское меню, все прекрасно понимают. Телуз Латрек и Белли Пок чем-то, каким-то конкретным нюансом выделить не могу, но они разнообразные. То есть, в принципе, там есть блюда и для любителей рыбы, морепродуктов, и для любителей мяса. То есть, в принципе, каждый найдет для себя что-то по вкусу. Также можно приобрести и запросить у нас билеты на прогулочный кораблик по сене Бато-Паризьен. Безумно интересная экскурсия. По всем красивым местам Парижа можно прокатиться, созерцая все это с воды. Это особый шик, особая атмосфера. Поэтому действительно стоит данной экскурсией воспользоваться. Если туристы находятся в Париже, можно вполне запросить билеты на данный кораблик. Эти экскурсии у нас проводятся ежедневно. Естественно, можно запросить входные билеты в Диснейленд, либо в Walt Disney Studio Park, либо и туда, и туда. То есть форматов у нас два. Либо один парк в день, чтобы максимально погулять по парку и насладиться всем, что он предлагает. Либо за один день можно посетить два парка сразу. Познакомиться и с Диснейлендом, и с Walt Disney Studio Park. Можно взять эти билеты как с туром, так и без тура. То есть просто туристы едут в Париж и просто приобретают билеты. Также можно приобрести эти билеты как с индивидуальным трансфером, так и самостоятельно добираться. Это все абсолютно не проблема. Любой вариант для ваших туристов доступен. Еще раз напоминаю, что сегодня в час дня мы вас ждем на вебинаре, посвященном регионам Прованса, Корсики и Пиарица. Надеюсь, что всю информацию я вам рассказала. В принципе, всю более обширную информацию касательно экскурсии вы можете всегда найти у нас на сайте, почитать, что можно вашим туристам предложить. В принципе, я вам всю информацию рассказала. Спасибо вам большое за внимание. Будем ждать ваши заявочки, ваших туристов. Хорошего вам сезона. Продаем Европу. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...